В минувшее воскресенье во всем мире отмечали День донора крови. В этом году он проходил под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В столице Верхней Волжи сбором донорской крови занимаются специалисты станции переливания крови. Об их работе в нашем следующем материале. Для Натальи Мутовой донорство – это призвание. У Натальи очень редкая группа крови, четвертая отрицательная. Когда людям с такой редкой группой требуется срочное переливание, поиск необходимой крови зачастую проходит в экстренном режиме. Однажды, чтобы спасти жизнь ребенку, женщина приняла решение сдать свою кровь. Случилось это 12 лет назад. По центральному телевидению я увидела бегущую строку, в котором было обращение о том, что больной девочке срочно требовалась четвертая отрицательная кровь. С тех пор Наталья сдавала кровь уже 38 раз. До звания почетного донора ей осталось пройти еще две сдачи. Впрочем, женщина уверена, главное не количество, а осознание миссии каждого донора. Ее Наталья описывает двумя словами. И таких доноров, как Наталья, для которых спасение жизни людей не пустой звук, в нашем регионе сотни. С начала года Тверская станция переливания крови приняла 485 доноров и заготовила 2405 литров крови. И уже более 1000 литров крови и ее продуктов было выдано лечебным учреждениям. Среди реципиентов пациенты с самыми разными заболеваниями. Донорская кровь требуется постоянно. Особенно часто переливание крови требуется для пострадавших в авариях, с ожоговых пациентов. Часто переливают онкологическим больным, при тяжелых родах. Иногда переливание крови требуется даже новорожденным. Добавим, сдача крови оказывает благотворное влияние и на организм донора. Так, в ходе небольшой кровопотери, система кроветворения активизируется и укрепляется работа иммунной системы. Повышается стойкость к заболеваниям. А снижение концентрации холестерина предотвращает возможность инфаркта. Кроме того, каждый донор может рассчитывать пусть на небольшое, но денежное вознаграждение. И, наконец, это просто нужное и благородное дело.